Совсем скоро в Минске появится музейный квартал. Еще год назад специалисты завершили проектировку белорусского арт-комплекса, который сравним с проектами в Вене и Амстердаме. Не так давно на судьбу объекта обратил внимание и глава государства. Музейный квартал смог бы представлять имидж всей Беларуси. Наталья Борделовская о том, как идут работы и когда ждать первого вернисажа. Это будет комплекс с четырех побудов в центре Минска. У им экспозиционная площадь, фонда сховища, реставрационная майстерня, новоковая библиотека и, конечно же, без чего немогчимо уявить арт-центр. Место отпочинку с парком скульптур, кафе и гандлевыми киевсками. Усё будет связано у одинное целое. И усё вокруг славутого будинка с колонами по улице Ленина 20. На жаль, уже с момента узвядения у 50-х он оказался тесным. Разгрузить свыше насыщенную галерею допомагла датковая внутренняя музейная пробудова, якая з'явилась совсем недавно. Тады ж и было принято решение о будовле целого музейного комплекса. Функции заказчика берем на себе Национальный мастерский музей. Хочу нагадать, что у нас есть опыт. Мы створали прибудову без дирекции. Мы робили наш филиал Мирский замок на протягу опошних 15-ти годов. Поэтому, как наверстать упущенный час, мы берем на себя функции заказчика. Уже подписаны отповедные документы. Все лето по рашенне керамника державы у подтрымку будовництва музейного квартала выдаткована 60 миллиардов рублев. А это за всем иншим музейный подыход. Боу першыню идут реальные работы по пероутворению жилых корпусов по улицах Маркса, Ленина и Кирова у музейной. По результатам подрядных торгов, которые были проведены в 2014 году, подрядная организация взяла на себя повышенное обязательство о сокращении сроков производства работ на год по сравнению с нормативными. Нормативные сроки производства работ – 50 месяцев. Организация, строит арест номер 7, взяла на себя обязательства по выполнению данных работ на 12 месяцев меньше. Замест запланованного 2020-го сдачу квартала будут чакать у 2019-м. Семнешу графику работ – закрытёк от лавана каля головного музейного корпуса, внутри якого будут размещаться бытовые подвальные помешканни, а на версии – галереи под открытым небом. Основная задача на этот год перед нами стоит и перед нами, и перед 7-м трестом как подрядной организацией – это восстановить здание по улице Кирова под крышу, для того, чтобы сохранить целостное строение, и в то же время восстановить здание по улице Карла Маркса под крышу с отоплением, чтобы можно было в зимнее время проводить дальнейшие работы. Головное дело, чего створается музейный квартал. Гэта махчымысь презентовать усю тую коллекцию, якой володая Национальный Мастацкий музей, а гэта – больше за 30 тысяч предметов. На сёнешний день на площах установы экспануются только 4% от агульной колькасти раритетов. Остатняя 31 коллекция знаходится у запасниках.